Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша глава называется Ваягель. Что интересно, Всевышний опять нам расписывает предметы, из которых сделан мешкан. Материал для изготовления. И в Торе это пять раз. Сейчас, после главы ИТРО, идут главы. Как у нас называются главы? Значит, Ваягель, Кудей, это эти две главы. Трума у нас глава есть. И есть глава ТЦВ. Вот эти главы. Трума, ТЦВ. И вот эти Ваягель, Кудей. И в самой главе Теса тоже все это расписано. Если мы вспомним. Это говорит о том, что для Всевышнего очень важен мешкан. Который мы должны строить от всего сердца. Он нам приводит пример, что Элизер едет за Ривкой, за будущей женой нашего прадца Ицхака. И эти события два раза расписываются. Тора очень мало повторяет какие-то слова, очень скупанные слова. А там два раза этот рассказ повторен. А здесь пять. Практически пять. Нам уже известны материалы. Нам уже известно, как из них сделать предметы. Все известно. Все равно Всевышний много раз повторяет. То есть эту важность надо не забывать. И наши мудрецы говорят. Вот эти законы, которые нам кажутся на сегодняшний день. Которые мы не можем применить. Для чего нам их учить? И говорят мне, что особая награда идет. Больше, чем за любую другую заповедь, идет изучение вот этого построения мешкана. Вот эти принесения жертв. Вот это все очень важно. Хотя нам это не очень понятно. Тем более на сегодняшний день мы не можем исполнять все 613 заповедей. Храма у нас нет. Можно знать 207. И надо стремиться к тем, которые мы можем на сегодняшний день. Будем повторять, что написано в главе Гель. Написаны опять расписанные материалы, которые мы должны собрать. И собрать не просто так, а от всего сердца. Этим и важен мешкан, что мы собираем материал от всего сердца. И Всевышний не заставляет. Он не сказал, что вы обязаны. Он говорит, от всего сердца. И когда он так сказал Всевышний, мы действительно собрали так, что осталось еще. И уже объявили постану, что больше собирает народ, нежели нужно. Вот так. До такой степени это дошло. Что мы собирали? Собирали мы золото, серебро и медь. Есть мнение, что надо говорить, что это была бронза или это была даже латунь. Живой Тори написано такой комментарий. Возможно, это так. И что интересно, что медь в то время больше ценилась даже, чем серебро. Есть такое мнение наших мудрецов. Ее меньше. Ее там 70 кикаров, 2400 шекерей. А серебра 100 кикаров и 1770 шекерей. То есть есть такое даже мнение. А золото у нас 29 кикаров и 730 шекерей. Вот так. Потом голубая шерсть. Это очень дорогой материал. Потому что для того, чтобы изготовить 1 грамм этой краски или кубический сантиметр какой-то. В общем, надо 8000 моллюсков хелозон найти, чтобы взять у них эту краску. Она идет голубого цвета. Это моллюска хелозон. Потом есть багреница-черемница. Это два вида шерсти в оттенке красного цвета. Они тоже добывались из улиток. Перетирали их раковины. С разных мест моря брали. Вот тоже хорошая краска, дорогая. Потом у нас есть лен. Лен это растительное происхождение. Белая нитка. И козья шерсть. И шкуры бараний, покрашенные в красный цвет. И шкуры тахашей. Нам неизвестно точно, какое это животное. Но мудрецы говорят, что кошерное животное было только во времена пустыни. Потом дальше во всей Торе, во всем Танахе. Вообще она нигде не повторяется. Она, видно, была дана именно в пустыне и больше нигде. Это животное исчезло. Предполагаю, что это единорог цветной кожей красивый. Есть мнение, что это было морское какое-то животное. Даже такие есть мнения. Значит, потом дерево Акатии мы брали. И камни. Были камни на Эйфоне. Это передний первосвященник, а на погонах. Два камня Оникса. На них нужно было выгравировать все двенадцать колен Израиля. Имена по шесть на каждом камне. По порядку рождения, как наши мудрецы говорят. И были камни, которые находятся на Хошене. На нагруднике первосвященника было двенадцать камней. Разных и бриллианты, и забруды, и сапфиры. В общем, невероятной красоты вещь была. Вот эти основные материалы у нас есть. И масло нужно было тоже брать. Особое масло. Масло, которое собирается с вершин деревьев. Эти оливки самые близкие к солнцу. И первые капли глядились на это масло, которое мы готовили для миноры. И масло для помазания. И благоводные снады для этого. И масло. И еще нужно было нам смесь для воскурения благовоний. В принципе, мы вот эти уже все материалы перечислили. Наши мудрецы говорят, что их тринадцать, этих материалов. Есть мнение, что их пятнадцать было. Вот такое есть мнение. Что такое дерево шитим? Наши мудрецы предполагают, что это акация. Другие говорят, что это кедр шитим. Вот так вот. Что нам еще нужно? Нужно было найти людей, кто это будет делать. И Всевышний наделил духом мудрости. Наделил он правнука нашего Калева, разведчика будущего. Вот его зовут Бицелель. И в тринадцать лет он уже имеет особую мудрость, что он в состоянии выполнять любую работу по строительству храма. И с ним Агалева в сынах Исамаха из колена Дана. Он говорит, что Бицелель из царского колена, из колена Ягуды. А Агалева в сынах Исамаха из колена Дана. И колена Дана это потомки Бильги, бывшей рабыни Рахели. И сыновья Йосифа, не Йосифа, а сыновья Леи считали, что они как бы ниже класса. Дети рабыни. Именно их так называли, есть такой мидраж. И здесь Всевышний нам хочет показать, что все наравне. Что никто не может сказать, что так как он из царского колена, ему было поручено. Нет, Всевышний нам хочет показать, что все для него колено дорогие, все наравне. Вот так вот. И каждого человека, которого Всевышний наделил духом мудрости, Эти люди обязаны были выполнить все виды работ, которые нужны для строительства храма. Таких работ, как мы уже говорили, 39. Это и работы по золоту, работы по серебру, работы по меди, по голубой шерсти, по границе, по чернице, по льну. И разные тканые работы, и вышивка, и вышивальщики, и те, кто красят ткани. В общем, очень много разных работ. И кто умеет работать с деревом, и кто умеет эвелирные работы выполнять, работа с рагоценными камнями. В общем, все специалисты обязаны были прийти. И каждая женщина написано, что спряла козью шерсть, и нитки готовили. И, в общем, все-все-все-все у нас было вдоволь всего. Написано, что настолько хорошо все было, настолько это было от всего сердца, что трудно даже вспомнить, где такое чудо еще было, чтобы мы так сплоченно работали. И наши мудрости говорят, что поколение пустыни было самым праведным из всех поколений. Да, совершали какие-то грехи. Было. И говорят, всего, может, около десяти грехов за все сорок лет пустыни мы совершали. Хотя впечатление, что мы и там, и там, и там творили. Там были недовольны, там требовали чего-то. Ну, это было самое правильное поколение у нас в пустыне. Вот так вот. В общем, Всевышний особо заботится об этом мешкане. Особо. Даже если нам это непонятно, то мы за эту награду по-любому получим. Вот это повторяется неоднократно нашим мудрецам. Вот так вот. И нужно было сделать такие предметы. Нужно было сделать сам храм. Он идет из дерева шитим построен. И все балки, которых 48, были деревянные, обитые золотом. А соединены они были попарно кольцами сверху. А внизу были подножия серебряные, они куда-то вставлялись. В общем, сверху было покрытие из голубой шерсти багреницы и льна скрученные вместе. И там были искусно вытканы изображения кругов. То есть не вышиты они были, что легче, чем выткать. А вот именно вытканы. В двух изделиях, в этом потолке и в завесе неряющее святилище от святая святых. Святая святых это там, где стоит Ковчег Завета, который нужно было изготовить с крышкой, на которой кругы выбиты вместе с крышкой. Я не знаю, как их удалось сделать невероятно, это изделие. Потому что вырубить надо. С одной глыбы золотой эту крышку было. Потом был стол предложения с хлебами. Золотой стол, он сделан из дерева, покрытый золотом, с этажерками, на которых лежали хлебы, которые называются Вахам Хапаним. То есть у него два лица, как бы этого хлеба, потом шкатулки. Как-то мудрецы, вероятно, он был сделан невероятной формы. Потом была у нас минора, светильник в храме, чистого золота. Мало того, что она из чистого золота, так она еще и написано, что из одного слитка ее выковать надо было. И на каждой, получается, в ветве есть три черненые чашечки шары-цветок. Так у всех шести ветвей миноры. И на стволе четыре черненые чашечки шары-цветок, шары-цветки там. И главное, что если это из одного слитка золота, как же можно было поменять цвет, что это чистое золото. И Маше тоже, он говорит, я не могу это сделать. Всевышний, я не могу сделать. Хотя видел изображение, которое Всевышний показал. Белый маневый по черному аню. И Всевышний говорит, ничего не делай, сагри золота, брось в огонь, стукни молотком. И Всевышний сам сделал эту минору. И вот такое чудо, что у нас минора была невероятная. Потом был маленький жертвник для воскурения благовония. Этот предмет нужно было сделать. И нужно было изготовить умывальник, который между шатром откровения жертвников, медный и зеркал женщин, которые там столпились, мы это говорили. И медный жертвник нужно было изготовить. Он был полным внутри. Когда мы его приносили на стоянку, мы его засыпали грунтом, песком или землей, чтобы он становился более сильным и мощным. Этот жертвник. И был у нас забор, который тоже сделано из дерева шитим. Если разобраться с забором, то пишется, что он 5 локтей в высоту. Но интересное мнение Раби Ассея, он говорит, написано четко 5 локтей в высоту. Но надо понимать 15. Не знаю, где он взял это, но авторитет очень большой. Как-то он это высчитал, что это был забор выше, чем стал храм. Да, конечно, у нас возникнет и другой вопрос. Тогда слишком мало серебра у нас, чтобы весь этот забор покрыть серебряными нитями и крючками. Это будем дальше разбирать. Ну, на сегодня мы на этом и закончим. Сегодня наш урок заканчивается. Урок был дал за понятие души Мойша Бен Давид, Берта Бат Исраэль, памяти Яков Бен Нахум, Владер Бен Григорий, Павел Ильфим, здоровье Шолым Йона Бен Цара, Светлана Бат Клара, Шумон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Первая Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бен Истер, Двойра Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Мойша Бен Маня, Елена Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Малка Руд Бат Соня, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шумон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Анна Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Абива, Ефим Бен Сони, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарид, Маслана Бороса Сгулая, Ирина Бат Ури, Арон Рей Бен Ри, Загросший Дух, Арон Рей Бен Двойра, Дизь Бен Ахума, Вегаль Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Эрилэй Бен Лариса, Параса и Брюд, Владир Бен Рая, Марина Бат Рая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазл Топ, Что мы это время не грешили, Читали Тор, Учили, Всем желаю крепчайшего здоровья, Пусть срочно закончится Эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, Остается завтра в 15 часов, Шалом! Субтитры сделал DimaTorzok